друзья здравствуйте я илона и добро пожаловать на мой канал сегодня я собираюсь сейчас на работу и хотела вам рассказать про очень интересную вещь соединенных штатах америки чтобы устроиться на работу особенно медицинскую сферу есть один документ без которого вас нигде не возьмут медицинскую сферу однозначно не возьмут если у вас нет этого документа а многие предприятия организации тоже требуют наличие этого документа даже если они напрямую не связаны с медициной что же это такое что же это такое необычное обязательное на самом деле здесь чтобы устроиться на работу вам нужен сертификат блс cpr когда я первый раз устраивалась на работу я думала что же это такое где мне это получить да а на самом деле это просто сертификат который говорит о том что вы прошли курсы оказания первой медицинской помощи и эта помощь включает себя искусственное дыхание взрослым детям младенцам при разных ситуациях также как вы должны действовать в ситуации если у кого-то застряло в гортане инородное тело и так далее так далее и еще кое-какие смертные вещи кровотечения и некоторые другие моменты которые вам нужно обязательно освоить сдать экзамен и получить этот сертификат и первый раз я помню я нашла организацию их на самом деле очень много и в течение буквально четырех-пяти часов нас этому обучили как там могли обучить но тем не менее это тоже считается обучением нас обучили мы написали тест и я получила этот сертификат и потом устроилась на работу то есть это одно из первых один из самых важных документов которые с меня спросили предоставить а сейчас когда я уже работаю каждые два года я должна обновлять тогда я помню я заплатила 50 долларов 12 лет назад не знаю сколько это сейчас стоит но на работе ваш работодатель за вас платит то есть вам не нужно платить но каждые два года вам нужно это обновлять иначе вы не будете иметь право работать и вот выяснилось что у меня в конце в конце марта этот сертификат заканчивается я каждый раз забываю мне кажется что ой это было год назад да а на самом деле уже два года прошло и сегодня я вам покажу как я буду его вновь получать значит первая часть я должна пройти самостоятельное компьютерное обучение то есть вы проходите курс вы отвечаете на все вопросы если вы не на них не ответили вы еще раз его проходите когда вы теоретическую часть прошли вас допускают до практической части а для практической части у нас госпиталь организована специальная комната с манекенами как настоящими я вам покажу как я это буду делать на самом деле это очень сложно я помню когда это дело последние два раза я выходила просто как вот два часа фитнесом занималась очень интенсивным итак давайте пойдем это будет действительно интересно не уходите такая замечательная солнечная погода посмотрите я в летнем как это радует наконец у нас наступила весна птички поют а это мои фиалочки посмотрите какие красивые фиалочки купила просто прелесть просто чудо скоро пасха наступает мне до работы ехать целых 40 45 минут и это если без пробок если кто-то посмотрит и скажет о по московским стандартам это вообще ничего да я ездила в москве несколько часов в один конец но по стандартам нашего это достаточно далеко посмотрите как забавно сделали кто хочет поиграть баскетбол пожалуйста в госпитале а вот это поставили новые такие машины можно заказать прямо здесь я ни разу конечно этим не пользовалась как пельмени бутерброды оригинально но буфет у нас тоже конечно есть вон буфет я его не раз показывала но это наверное вечером ночью когда закрыта для сотрудников тоже есть отдельная комната где можно что-либо купить а можно посидеть на улице посмотрите какая хорошая погода там замечательно вот компьютер я ввожу свою пароль и так не будет доступна теоретическая часть это мое рабочее место вот видите разные топики то есть надо помощь оказывать при разных ситуациях и каждый из них открываешь обучающий курс и отвечаешь на вопросы вот такая комнатка манекены взрослый манекен написано чистые то есть после себя каждый должен почистить вот специально дезинфицирую салфетки вот это отдыхательный поступает воздух вот это маленький совсем baby здесь нужно почитать как что каким образом пользоваться шаг за шагом это не пишут суппорт куда звонить если что и вот туда дополнительный манекен если здесь одновременно будут два человека вот они повесили такую распечатку того что зачем делать как им тем пользуются чтобы люди могли это делать самостоятельно и вот все манекены подсоединены к проводам то есть компьютер анализирует правильно ли вы делаете все в общем нужно было ввести пароль специально сделан пароль чтобы можно было пользоваться вот этим компьютером специальным и вот они спрашивают то есть что сейчас я буду делать я по очереди должна вот это все пройди и дал компрессион отдал себе а я дал венди лишь но все все-все-все-все и все будет проверяться компьютером в общем все манекены подсоединены наконец через компьютеры это сделала сейчас буду делать сначала компрессионс то есть 60 раз компрессионс надо сделать это очень тяжело вот друзья стою кладу руки сейчас буду делать а нужно старт сделать подождите старт скилл чек 3 2 1 пуск вот что они пишут был дан ютаст то есть все таки мне правильно удалось сделать потому что если неправильно это делать там красные огонечки и ты это можешь сто раз переделывать да так дальше это alt ventilation будем делать вентиляцию легких вот такую маску я должна надеть на видите лицо надо еще и правильно надеть то что если они будут правильно надета ничего у нас не получится так вот так вентиляции делаем я должна видеть как грудная клетка поднимается иначе это не будет засчитываться вот так вот сейчас я попробую посмотрю как здесь все получается не прошла 61 балл должна 84 набрать сейчас вам еще раз делать сколько все серьезно проверяется вот смотрите я пытаюсь делать легкие должны раздуться надуться вот это было правильно нет слишком много надуло не прошла надо еще лучше друзья наконец я прошла 96 баллов тут надо и чистоту соблюдать и объем в общем с пятого раза теперь надо делать три цикла cpr то есть три цикла по 60 компрессионс и наконец сделала компрессион в 30 компрессион для вентиляция и так три раза прошла с первого раза ура вот это у нас ребеночек ребенка надо делать по другому ребенка надо делать вот так вот если мы новорожденного делаем я сейчас покажу пытаюсь показать вот техника вот так двумя пальцами обхватить и делать сейчас буду делать в общем друзья меньше чем за час я все таки прошла видите как слава богу очень рада этому в общем сейчас все за собой протираю после того как протру вот положу вот эту табличку клин также протру младенца сейчас я еще протру дыхательные вот эти аппараты потому что я их трогала руками вот как выглядит сертификат американский красный крест fully completed то есть я полностью закончила и написано что до 31 марта 2026 года на два года я свободно могу работать гулять отдыхать ну в общем я рада что я все таки осталось все сделала и теперь наконец еду домой впереди выходные потому что сегодня был долгий день ставьте лайки если вам понравилось видео задавайте вопросы подписывайтесь на мой канал я вам желаю всего наилучшего с вами была илона пока до новых встреч вот это холм нашего госпиталя и все иду домой